всем привет на обзоре сегодня вот такой вот мультитул викторинокс рейнджер грип 74 0 . 97 23 . си в данном случае нож мультитул 130 миллиметров в сложенном виде кстати нужно сказать что этот вид был загадан викторинокс москву викторинокс москву потому что очень очень еще раз очень низкие цены реально низкие цены зайдите посмотрите все ссылки промокоды в описании под видео и в принципе вот этот викс кроме того что низкая цена дошел ко мне из москвы но викторинокс москву понятно из москвы дошел ко мне даже с учетом того что были выходные я в пятницу заказал в понедельник мне курьер уже доставил его надо то есть курьеру меня в 11 утра стоял под дверью но давайте приступим к обзору как я уже сказал это 130 серия 130 серия это потому что длина в сложном состоянии 130 миллиметров вес данного ножа данного мультитула 231 грамм вот эта серия викторинокс появилась при слиянии викторинокс и в и венгер но в принципе не об этом значит количество инструментов в этом вексе 14 но если считать кольцо потому что почему-то во всех мультитулах в викторинокс в том же числе кольцо почему-то считается как отдельный инструмент возможно его можно где-нибудь в каких-нибудь ситуациях использовать как инструмент или разогнуть использовать эту проволочку как-то там как крючок что-то поддеть что-то подцепить проволочкой замкнуть какие-нибудь контакты может быть может быть но я не знаю это можно считать как то же самое можно считать плашки функции вот но вот они считают это как опция какая-то ну ладно не будем уже судить мы к этому привыкли потому что в любых описаниях если мы зайдем и посмотрим викторинокс везде колечко идет как опция вот но тем не менее значит в мультитуле присутствует 14 ну или 15 функций вот лезвие 1 большое длинное лезвие 97 миллиметров лезвие это очень очень удобно и есть сразу показываю под пальцевый упор благодаря форме и спуском у данного лезвия она очень резучие им отлично удобно работать благодаря ширине рукоятки его 27 с половиной миллиметров работать таким ножом очень легко и кстати обратите внимание что в лезвие стоит если мы будем работать как бы силовой рез делать от себя то лезвие стоит в нижней части то есть нам подобраться какой-то там деревьяхи где-то будет очень удобно то есть она стоит не посередине широкой рукоятки она стоит не с этого края на стоит именно с нужного края резинки вот эти вот кажется что как будто бы они никакого значения не имеют но все таки они делают рукоятку более ухватистой более шероховатой есть под пальцевый упор для какой-то более деликатной работы также нужно сказать что лезвие имеет стопор здесь запатентованная викторинокс стопорная система мы нажимаем на значок и закрываем нож иначе нож не закрывается кстати у этого ножа нету однорукого открывания только двух рук и одной стороны это минус то что нам неудобно открывать допустим вот в этом вот на же там где есть однорукое открывание то очень удобно но с другой стороны посмотрите когда мы пользуемся пассатижами когда мы пользуемся пассатижами представьте что у нас вот здесь вот этот вот крюктор то есть вот так вот мы берем и работаем нормально что под пальцы что вот так а так бы у нас вот здесь такой бугор выезжал и нам бы приходилось или вот так вот держать гораздо дальше но хотя вот такие маленькими мне кажется вот так работать гораздо удобнее так что вот поэтому есть есть версии с таким вот клинком но в полусе рейтером и я решил что все таки взять без однорукого открывания не настолько часто но и нужно но в такого типа инструментов вот здесь и однорукое открывание есть кстати тоже из викторинок смотку тоже обзор есть и здесь я решил что лучше чтоб его не было то есть мне будет удобнее работать этими пассатижами потому что ну как бы пассатижи здесь один из основных инструментов данного мультитулов вот такое вот моем вот но даже не нужно это выемка под ноготь потому что очень большое вот здесь вот получается у нас выступающая часть лезвия за которой мы можем просто схватиться пальцами открыть но в принципе если будет руки жирные то конечно же лучше чтобы это выемка было вот значит по поводу стопора обратите внимание вот на эту часть я щас нажимаю на стопор да а вы смотрите по большому счету это просто лайнер лук этого лайнер лук у которого вот здесь вот нету нужного нам прилива вот нужной части пластины которые мы просто пальцем будем наклонять а здесь вот под этой кнопкой штырек который давит на эту пластину в лезвие определенные вырез чтобы штырек в него попадал и не мешало закрываться открываться линку собственно говоря вот нож очень резущим просто потрясающе резать и если брать его куда-то там в аудор или на дачу или просто чтобы у вас был такой нож которым мы можем поработать постоянно под рукой то вообще шикарная вещь длина 97 миллиметров мы почти что 100 миллиметров кстати нужно обратить внимание что вот эти вот викторинок с ренджер грипп точится не до конца а точится только вот до сих пор то есть где-то здесь еще санта полтора можно потащить дальше увеличить а вот мой данная раздел на для системы безопасности чтоб чуть что нам на пальцы нашей не закрылась вот и не отрезала ноготь у меня такое было что я уже палец располовинился следующий следующий инструмент из стандартных пойдем пока что по стандартному по стандартным инструментом это у нас открывалка для консервных банк это стандартная виксовская открывалка на конце с отверткой отлично подходит для открывания консервных банок банки открываются очень легко и вот это вот отвертка она просто прекрасно подходит что под плоский шлиф под винты что под ph2 то есть филипс второй следующий стандартный инструмент это вот такая вот большая отвертка большая отвертка открывалка для бутылок и вот этот паз для снятия изоляции с проводов или же для гибких проводов то есть в западных европейских армиях если мы знаем то они проходили какую-то школу выживания в школе выживания этой они изучали разные ловушки и в этих ловушках в некоторых было столистая проволока которую нужно было гнуть под углом 90 градусов и пальцами и согнуть было трудно поэтому в наши викторинокс были внесены вот такой вот инструмент для гибкие проволоки вот то есть чтобы проволоку разгнулась не по дуге а чтобы нагнулась ровно под 90 градусов а если мы будем использовать это для снятия изоляции то в принципе лучше бы здесь была какая-то более острая грань вот вкладываем сюда любой проводок но это у меня два квадрата наклоняем прижимаем пальцем дернули у нас кончик изоляции снят ну или насколько нам надо вот то есть короткий проводок не очень удобно из руки высказывает туда сюда надо применить некоторое усилие и в принципе я этим инструментом сам не пользуюсь как для снятия изоляции я его предпочитаю взять дремель кружок отрезной и аккуратно с одной стороны по подтащить то есть у нас получается тогда внутри некоторое острие которое можно который можно удобно снимать изоляцию тогда большие усилия применять не надо ну и конечно от венгера сюда перешло утопление отвертки так как все-таки здесь рассчитано что мы довольно таки мощные винты будем крутить поэтому при нажатии сверху отвертка на миллиметра два утапливается внутрь и сейчас она не складывается на фиксируется у викторинокс без венгер этой функции просто-напросто не было ну и конечно же эту отвертку мы еще можем использовать где-то в некоторых случаях как какой-то ломик там чтобы ковырнуть приподнять поддернуть но скажем вот такой же отверткой у другого викса я отлично на даче в окнах по вытирал штапики по вскрывал их и было мне очень даже удобно следующий стандартная стандартный инструмент тоже который перешел из викторинокс венгера они были другие инструмент это шило развертка и одновременно сшила для шитья то есть мы видим вот здесь отверстие мы туда продеваем нитку и мы вполне можем шить кожу мы можем насверливать отверстие то есть так как здесь на конус идет одна сторона за точно то есть мы как сверлом отлично можем закручивать куда-то рассверливать и отверстие получаю это почти 6 миллиметров в диаметре дальше у нас идет с одной стороны только в рукоятке спрятаны обыкновенный обыкновенный стандартный виксовский пинцет и обыкновенная стандартная виксовская зубочистка в принципе естественно пинцет это очень удобная вещь много-много раз пинцетом из своих виксов я вынимал какие-то занозы я что-то мелкое вынимал там доставал эти винтики поддевал что-то делал вот зубочисткой вы уже можете использовать ее по своему усмотрению кто-то ее используют просто для прочистки каких-то вот скажем засоренных полостей в ноже кто-то использует ковыряется в зубах дырявых своих а вот а кто-то вообще не использует кто-то отрезает зубочистку где-то вот до фиксатора вот здесь у нас фиксатор впаивает туда иглу и у нас получается такая булавка ковырялка там будем занозу вынуть если пинцетом невозможно подцепить далее у нас идет штопор штопор этот можно сказать почти что обыкновенный стандартный виксовский штопор но у него более толстая завивка то есть если мы возьмем обыкновенную виксовскую маленькую часовую отверточку и попробуем ее сюда вкрутить то мы видим что на туда проваливается и она 3 бежит а вот то есть она сюда не подходит но есть решение я сделал на другом своем похожем викторинокси я просто взял кусочек термоусадки погрел она хорошо облегла штопор и сейчас отверточка очень хорошо сюда вкручивается ну можно подобрать термоусадку под цвет и естественно она у вас будет такого же цвета как стандартная как родная и даже не будет этого заметно в этом ноже отверстия для иголочки под штопором нету в принципе не велика проблема снять плашку там ничего не развалится не рассыпется плашка отщелкивается она никак здесь не приклеена она просто защелкнута на этих штептах вот аккуратно поддить и в чем-нибудь отщелкнуть взять ту же иголку накалить ее приложить прожи пропаяется отверстицы вот ну и новую иголку просто ставится старую так как она стала отпущена просто выкинуть следующий инструмент это гвоздь программы данного ножа это у нас пассатижи пассатижи вот такого вот формата кстати многие спрашивали нож этот вы мне давно предлагали давно очень давно как они только появились вы мне предлагали взять на обзоры и собственно грязь делать обзор вот собственно это обзоры делаю вот и вы спрашивали а как же он туда прячется но вот сюда вот он собственно говоря прячется здесь огромное такое отверстие из огромная какая-то хитрая система рычагов вот можете посмотреть на это все и складывается складывается пассатижи просто тянем за эту ручку в обратную сторону она вот так вот прикладывается и вот так вот она прячется пассатижи внутри рукоятки открывается тоже очень легко открыли и собственно говоря работаем инструменты в пассатижах естественно сами острогубцы вот ну с какой-то частью плоскогубцев гайковерт и кусачки кусачки элементарно кусают ту же самую проволоку они могут перекусывать что-нибудь более твердое но в принципе они для этого не рассчитаны какой там гвоздик не знаю тоненький миллиметровые там полутора миллиметровые вполне могут перекусить на одно что они-то перекусить силы хватит но вот это вот рукоятка она не рассчитана на нас такие большие усилия и она немножко надавливает руку если мы будем работать вот таким вот образом да что не с этими плоскогубцами пассатижами можно держать можно крутить какую-то гаечку а вот кстати я врачу ваше внимание что максимально разводится у нас максимально у нас разводится на 10 и 3 то есть какую-нибудь гайку на 6 мы вполне сможем крутить но я имею ввиду под ключ на 10 ключ гайки под ключ на 10 обычно идут на с резьбой м6 собственно говоря пассатижи открываются не особо широко но для таких небольших пассатижи этого вполне хватает пассатижи подпружинены очень достойно исполнены они твердосплавные ребята я к сожалению не могу сказать из чего сделаны пассатижи вот а сам сам нож сами все инструменты сделаны ну как обычно из какого-то виксовского сэндвика чем-то напоминающий моровскую нержавейку тринокс насколько я знаю не распространяется а из какой стали они делают а все описание этой стали это просто какие-то догадки и предположения пользователей и ножевых экспертов скорее всего это домашние ножевые эксперты но судить не буду поэтому я не буду называть никакие стали которые я нашел в интернете так как на официальном сайте wingtory nox этой информации просто-напросто нету или может быть если она есть укажите мне пожалуйста потому что просто наверное не смог найти твердость самого клинка ну да и в принципе всех инструментов так как все инструменты все-таки инструменты и так или иначе они режут 55 56 единиц по роквеллу по поводу заточки клинка нареканий никаких нету то есть ну как обычно эта сталька она легко правится легко точится ну и в принципе для карманного ножа вполне нормально держит заточку по пассатижам ими вполне нормально можно проводить какие-то работы которые может быть понадобится провести где-то в дороге вот они не особо большие но все-таки по моему они для такого размера вполне достаточно вот этот рычаг сделан из довольно таки толстой стали я его очень сильно сжимая во что и силы я его сжимаю он не гнется он имеет некоторую пружинность но он не гнется вот он очень хорошо закалит но одновременно он если вы так со всей силы сжимать он надавливает руку если мы перевернем и кажется что вот эти вот два ребра будут давить на руку нет не будут вы если мы вот так вот делаем силовой захват то вот так вот гораздо легче то есть под пальцы пустить рычаг ну собственно говоря ребят все что я хотел я вроде бы как рассказал опять же напомню что брал нож этот мультитул викторинокс москву низкие цены быстрая доставка все ссылки промо-коды в описании под видео на этом все всем спасибо за внимание жду ваших комментариев вашего мнения подписывайся на канал ставим лайки делимся этим видео все всем пока и до встречи на канале